Всем привет, дорогие друзья! Это Савай, и я продолжаю вести свою колонию дворфов на днище. Значит, в прошлой серии мы с вами сюда только пришли, сделали некоторые изменения здесь в ландшафте, сделали несколько всяких комнаток, вот таких вот, и заложили, значит, основу для кузницы. Кузница у нас приготовилась, значит, сегодня мы будем из неё что-нибудь ковать. Может быть, у нас даже что-то получится. У нас нет лекарств, нет пищи, нет ничего, всё очень плохо, и мы сейчас попробуем с этим что-то сделать, а может быть, получится. Поехали! Для начала у нас всякие проблемы со снаряжением, поэтому я так думаю, что нам надо... Нет, по 20 штук, наверное, нет. Я думаю, что максимум по 5 нам надо будет... Да, по 5 нам надо будет сделать всего, это всякие инструментарии, которым они могут делать. Потом дальше нам надо будет сделать кузнечный молот, поварская штука. Ну, короче, каждый чтоб мог зайти и отсюда что-то взять. Значит, мы просто будем что-то всё это поддерживать, что-то поддерживать, и, соответственно, нам нужен только товарищ, который придёт и начнёт всем этим заниматься. Тут ещё, кстати говоря, ожидается слиток. Ожидается слиток, а этот слиток сначала сделать надо, наверное, да? А тут он ещё балки. Балки, которые тоже, наверное, неплохо поддерживать на уровне хотя бы 5 штук. А слиток, простите, будет делаться где? Потому что нам нужен слиток железа, а с железа-то мы пока ещё, по-моему, не знаем, что с этим делать, да? И у нас, на ней, горит только 7 штук. То есть нам надо изготовление копий. А, но здесь нужны торговые отношения. Изготовление копий, у нас нет денег, у нас нет решительной нихрена. И это очень нехорошо. Значит, это надо добыть, я так думаю. Ладно, пойдём тогда изучать родную природу. Потому что нам явно надо будет это сделать. А где тут леса, кстати? Леса, поля и прочие другие вещи. Я тут видел... А, вот маленькая лестница лесов. По-моему, там даже как-то вот так вот можно сделать, а может и нельзя. Из этой глыбы, для того, чтобы здесь добраться до всего. И всё вот это вот весело и добыть. Потому что нам нужны будут всякие металлы. Нам ещё надо как-то вот это вот всё исследовать. Здесь ещё есть некая вот такая вещь. Которую надо как-то отсюда забрать, а мы пока не можем. А может мы сможем забрать её вот отсюда. Мне бы какого-нибудь персонажа, который бы сюда сходил. Они туда все пошли. Да, грибы они до сих пор не сажают. Ну, возможно, потому что не могут найти зелёные слизьи. Так, ну-ка. И сюда. Хотя вот здесь вот какие-то грибочки есть, которые можно, типа, собрать. Здесь можно явно проковырять вот туда вот дырку. После чего можно будет собрать вот эту часть. Так, так, так. Надо только, чтобы кто-нибудь сюда пришёл и занялся этим самым проковыриванием. Надеюсь, ещё неплохо было бы проковырять тоже что-нибудь. И готовить кузнечный молот. Но я не знаю, вообще кто-нибудь придёт кузнечный молот здесь делать, нет? У нас есть ли у нас вообще кузнец? Кузнец у нас, по-моему, есть. Только вопрос, кто из этих. Это транспортировщик. Нет, кузнеца у нас... Кузнецами у нас проблема, да? На, вот металлурка. Металлур кузнец будешь тогда. Потому что нам явно нужен кузнец, который всем этим займётся. И у нас прям всё очень плохо по жратве. Ну, исполняет потребности в угле. Ладно. Кузнец-то у нас придёт. Кузнец у нас придёт. Я боюсь, что у нас ребята, которым я поставлю... Не поставлю, вернее, профессии... Исключить избранное. Я вот думаю, не сделали я плохо, что я поставлю им избранное. Потому что лучшая профессия-то, как бы, замечательная. Так я пока... Ну, хотя... Хрен его знает. Так я пока вообще всё это дело уберу. Занимайтесь все подряд. Чем угодно. Потому что иначе мы не произведём то, что нам нужно. Что посеешь, что и познёшь. Гриб. Мы ни одного гриба, по-моему, да, не сделали до сих пор. Ни одного гриба. А грибы эти у нас тут, кстати говоря, где-то лежали. Но всё, больше не лежат. Значит, ещё вот эту лошнягу нам надо рубануть. Прям с едой у нас катастрофические проблемы. Нам надо её где-то взять. Там какие-то крыски, ещё какая-то хрень. А можем мы её рубануть? Не, не можем. Мы не можем сюда попасть. Причём мы никак не можем сюда попасть, если только по каким-нибудь лесам сюда спуститься. Где-то мне леса находил. А вот они. Маленькая лестница из лесов. То есть мы можем их опустить сразу вот сюда. Наверное. По крайней мере, я надеюсь, что мы можем это опустить. Так, давайте нам перемотать вперёд. По-моему, такое ощущение, что придёт скоро хавчик покупать. Где наши ребята вообще? А вон они. Значит, эту они грохнули. Эту они грохнули. И это очень здорово. Построить большой хранический запомнил. Так, ладно, нам надо, по-моему, пойти вот сюда. Доставить простой фонарь. А простой фонарь я, по-моему, до сих пор не это самое. Или они, наверное, сами будут сделать. Бездомный двор, плохой двор. Всё очень плохо, да. Плохой двор. Бездомный двор, плохой двор. Ладно, я хочу продать всё. Нам нужны бабки, по-моему. Продать гранитный аккаунт. Продать всё. Ладно, да, мы продадим всё. Продадим. Да и продадим весь щебень. Медные слитки продавать, честно говоря, что-то не хочется. Бабушкин фонарь, не знаю. Купить. Купить бы у них чего-нибудь. Потому что нам жрать нечего. Бекон из кабана, бинт, водоросли, капуста, сахарная свекла. Блин, очень дорого. Для того, чтобы у них реально что-то купить, это надо немножко охренеть. Причём их скоро, скорее всего, ещё и забьют. Им нужны всякие фонари. А, их можно улучшить. А за что можно улучшить? Бонус за производство. Такого у нас нет. Вот это вот у нас ещё есть, а того у нас нет. А что, их сейчас прибьют, да? Такое ощущение, что их сейчас прибьют. Ещё какая-то штука едет. Теперь они друг друга валят. Ну ладно. Значит, что вы тут сделали? Вот что-нибудь. Этот товарищ у нас что-то там куёт. Ладно, пусть куёт. Изучить официальное образование. А как мы его изучим? Изготовить тапканский гриб. Изготовить гриб. Чтоб изготовить гриб. Или они его автоматически перезасаживают? Вот тут вот я что-то не понял. Ну-ка. Эх, а там что? Там что-то происходит. Там какие-то замесы непонятные. У нас есть, кстати говоря, один серебряный и ещё немножко монет. Этот просто уснул на ровном месте. Допустим, давай мы назначим вот этому. Они всё равно сюда особо не ходят. И ничего здесь особо не делают. Несмотря на то, что мы тут что-то сделали, сюда не может почему-то попасть ни один дворф ещё, в добавку всего. Почему? Он не может попасть, не понял. Сюда может. Туда почему-то нет. Ладно, давайте мы сделаем немножечко ускорения. Плохое здоровье дворфа. Это, конечно, очень плохо, что оно плохое. Но где взять сраный гриб? Непонятно совершенно. Это у нас есть костный знал, и у нас нихрена, естественно, нет. Грибы мы тут где-то находили. Но их особо никто, никто ничего нигде. Может быть, когда они всё заделать, слишком много я им, может быть, дал заданий. Сейчас давай немножко подождём. Они вот это вот всё прибрахлят. Вот это вот дело они должны сейчас распотрошить. И сделать из этого комнату. Ещё одну. Ну, жрать им по-прежнему нечего. Блин, ну здесь вот они что-то пройти не могут. Не, ну должен мочь пройти здесь. А, вот он почему пройти-то не может. Я здесь задел, здесь была дверь. А потом я эту дверь заделал. Я думаю, что никто пройти не может. Ну, теперь стало немножечко понятнее, почему никто не может пройти. Значит, нам нужно ещё жилища. Раз жилища, два жилища. Три жилища. Нам нужна ещё тогда лесенка. Раз лесенка, два лесенка. Нам нужно здесь проковыряться. Тогда у нас у всех гномов будут жилища. Так, а вот он там заковырял. Ну, ладно. Я надеюсь, что мы успеем их спасти до того, как они сдохнут голодной смертью. У нас, кстати говоря, 16 серебра. Что, в принципе, неплохо. Если мы отсюда выйдем куда-нибудь... Задание. Доставить простой фонарь. Купить. Уреждённые укрепления. Купить мы их ничего не можем. А у этих? Я хочу купить что-нибудь, что можно пожрать. Так, ладно. Давай купим всего кабана. Потому что иначе мы сейчас сдохнем от голода. Пусть будет пещерный виноград. Какая-нибудь сахарная свекла. Мёд. Мёд дорогой. Чё-то зараза. Куриные яйца. О, ещё бекон из кабана. Обстановленный древесин. Ладно, это хрен с ним. Значит, теперь нам надо им что-нибудь продать. Давай мы продадим им все вот такие вот колонны. Что нам? У нас ещё дорогое. Дорогого, в принципе, особо больше у нас нихрена нет. Продадим вот этим ребятам. А у вас что можно купить? У вас, походу, ничего нельзя купить. Дедушкин молот. Дедушкин молот можно продать. По всей мере, никому не нужен. Суть по всему. Ладно, попробуем закупить жратвы. Может быть, мы перестанем сейчас, по крайней мере, дохнуть из-за этого. Купить. Что у вас ещё можно купить? Что у вас ещё можно купить? Хоть животного не знаю. Сахарный тростник. Шкура крысы. Ладно, хрецепт, попробую. Купить у вас просто решительно всё, что у вас есть. Не знаю, закупится оно, не закупится. Ну, попробуем. Если что, это можно будет попробовать сожрать сейчас. Так, там у нас какой-то товарищ пошёл повышать уровень. Грибов у нас по-прежнему так и нет. Здесь они что-то делают теперь. А воду. Здесь они делают воду сблудившиеся дворфы. Замечательно. Ну, не ковыряй, если ты заблудился. Может быть, нам кто-нибудь ему поможет заодно, нет? Нет желающих взять ему и помочь. Эти ребята у нас выковыривают медь. Кстати говоря, в принципе, неплохо. Действительно. Так. А где у нас вообще... Блин, мы без готовки, наверное, мы просто сдохнем, да? Нам нужна, типа, готовка. Готовка нужна десятка. Давай, берём готовку и берём, типа, медицину. Значит, это как раз те вещи, без которых мы отъедем. Теперь ставим на обычную скорость и попробуем. Я просто думал, что можно купить жратву, но, видимо, нет. Значит, у нас вот эта хрень и госпиталь нам нужны. Значит, пусть будет вот эта хрень. Это у нас жратвение и рыбацкий пирс и госпиталь. Госпиталь, госпиталь, госпиталь. Пусть будет вот тут, например. Такс. Значит, сюда мы назначаем ещё одного бездомного товарища вот этого. Ну и теперь нам надо всё вот это вот по-быстренькому выстроить и успеть что-то из этого сделать, пока они не сдохли. Потому что у них осталось не очень много жизни. Там что-то активно куёт. Нет, конечно, замечательно, что он там что-то активно куёт. Но нам бы для начала надо бы вот эти вот два здания. А то у нас что-то немножечко с дворфами всё не очень хорошо. И вот сюда они активно не хотят залезать совсем. Потому что почему-то не могут вот это вот достроить. Почему они не могут это изготовить вообще непонятно. Они только что не могут, они ещё и не хотят. Причём прям совсем не хотят. Вот почему. То есть что им мешает вот эту вот хрень сделать? То есть что-то же мешает? То есть по какой причине они не могут вот это вот проковырять? и вот этот причём ещё и вылезти не может. Ладно, эти пошли сюда спать. Окей. Пошли сюда спать. Это, конечно, превосходно, что вы пошли. Но у нас сейчас там кое-кто отъедет. Без лекарств-то. Ну и забираться они сюда не хотят. Ладно, просто спуститься вы можете сюда? Суть по всему, нет. Я хреново знаю почему. То есть до этого уже нормально всё было. Ну вот, я его протаскиваю вниз без проблем. Вроде всё чётко. А чё не работает тогда? А можно её чем-нибудь накормить, нет? Транспортировщика рудокопа нашего. Видимо, нет. Ну, она сейчас тогда помрёт немножечко. Ну ладно, помрёт-помрёт. Так получилось тогда. Я тут как бы ни при чём. Помер? Ну ладно. Допустим. Хорошо. Один помер. Он принёс себя в жертву на нашему великому плану. Кстати говоря, есть предметы исцеляющие, которые могли бы её воскресить. тут другой вопрос. Они вот это вообще строить не хотят. Причём, у нас есть ресурсы для того, чтобы это сделать, но они его не строят. Источник вечной молодости ещё какой-то тут будет. Ладно, давайте откроем сначала готовку пёсной с источниками вечной молодости и прочими другими вещами. сюда вообще никто не хочет идти. Совсем. Почему-то сюда просто никто не идёт. Эти-ка мы отменим вот это. Всё, пока дальше не надо ходить, вот это вот доделать и всё. Может быть, из-за того, что я заглючил так получилось? Типа они туда куда-то бегают и вместо того, чтобы заниматься делом здесь, заниматься делом там. Может быть, так? Да не, они всё равно сюда не идут. Эти вообще бегают туда-сюда, кричат, я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь. Так, ладно, давай, иди. Идите, доделайте мне вот эту вот вещь. Ещё бегать туда-сюда. А, у нас нет и меди. Понятно. У нас для того, чтобы доделать вот эту штуку, нужна медь. А медь, вообще-то, вот она. Ага, медь-то у нас, вообще-то, вот. Значит, для того, чтобы нам туда дойти, нам надо сначала вот эту вот и медяшку отсюда и ковырнуть. Понятно. Или, может быть, ковырнуть ещё что-нибудь. Так, это у нас там продолжает какую-то дичь ковырять. Ну, вот, вообще-то, медная руда, которая здесь просто лежит. Есть ведая руда, которая просто лежит, но её никто не носит. Нет, всё-таки какой-то таскач нам нужен. Значит, транспортировщик. Давай, мы тебя переделаем от транспортировщика. Изменить фильтр. То есть, они могут сюда носить всё, что угодно, но не носят. А как отменить это решение? Так, хочу отменить вообще всё. Вот ещё медь. Куча меди. То есть, у нас тут хредово куча меди, которую надо только взять. Но они занимаются какой-то дрянь. А, подожди, они грибы пошли сажать. Короче, без транспортировщика. Вся проблема была, видимо, в транспортировщике. Не было транспортировщика. Из-за этого транспортировщика мы появили все вот эти проблемы. Так, он, кстати говоря, сейчас умрёт. Очень, кстати, жаль. Потому что, если бы они доделали вот эту вот фигню, не, ну, им тогда нужны, им нужны специализации по-любому. Значит, у нас теперь отъехало ещё несколько человек. Транспортировщик уенец металлург. Ладно, ты, допустим, у нас будешь в твоей любимой профессии. Ты строитель, рудокоп. Пусть будешь тоже транспортировщик. Так, у нас отъезжают по немножечку дарфетские. Их становится всё меньше и меньше, но их как-то можно воскресить. Потому что они продолжают лежать. А он, типа, без сознания. Когда-нибудь он, наверное, подохнет. Но ещё не скоро. Да, сейчас самое время, чтобы перетереть за жизнь. Я думаю, что да. И рубовать дворфов. Я-то дурачок, ладно. Но вы-то что? Мудрец, строитель, исследователь земледельца. Ладно, нам хватает пока только на этого. Нам нужен хоть кто-нибудь. Ну, ну, вообще, по-хорошему, конечно, надо тогда установить низкий приоритет вот на это. какой-то, наверное, высокий вот на это. Или вообще запретить им трать медь. Потому что если они что-то делаются медью, то медь надо тут же переносить вот туда. Потому что медь нам ещё вот здесь нужна. Четыре у нас нету, а две у нас, типа, есть. Потому что если отъедут все остальные, будет неприятно. Значит, и у нас, давай, транспортировщик, рудокоп, каменщик. Каменщика будешь. Мы сейчас делаем тебе, короче, вот такую тебе простую штуку, потом стальное сердце, потом вот это, потом вот это. Сразу тебя расплодируем на годы вперёд. Слишком много я им надел заданий. Естественно, так делать было не надо, но я всё равно наделал. ребятки, давайте мы что-нибудь с вами сделаем. Я даже не знаю, правда, что. Но нам надо что-то с вами срочно сделать. Не, вот это доделать тоже очень важно, конечно. По-моему, вы только и занимаетесь тем, что бегаете туда-сюда. Ладно, давайте мы прям самую быструю поставим, просто чтобы они доделали всё. Здесь нам не хватает досочек и стальных слитков железных. Ладно, железные слитки пёсни. Меня интересуют вот эти вот два здания, потому что медь они, по идее, сделать могут. А балки они делают из меди. Понятно. Ладно. Дворф упал без сознания. Вот такая вот история замечательная. Так, дружище пошёл у нас наделать слитков. Превосходно. Так, дружище надел слитков, теперь у нас достаточно слитков для того, чтобы всё это дело закончить. Недостаточно теперь топлива и прочего другого говна. зато достаточно для того, чтобы доделать здесь всё. Вот этот мы вообще выключим пока в жопу. Пока это не надо. Значит, все слитки должны уходить сейчас пока вот туда. На два вот этих здания. Будьте так добры. ну вы их достроите, нет? Ребятки, достройте, пожалуйста. Очень надо, чтобы вы их достроили, иначе мы сейчас отъедем окончательно. А, этот у нас, кстати говоря, отъехал. Совсем. Короче, они лежат какое-то время, потом всё. Ну. Хорошо. Таскач у нас пошёл всё это дело транспортировать. Превосходно. Это они всё тоже сейчас собрали. Болодцы. Собрали, добыли. Отлично. А доделать вот это никто не хочет. Ну, судя по всему, никто не хочет. То есть, если я им выставляю приоритет по профессиям, то да, это вообще всем угодно занимается. Да нет. Так, дай-ка я им уберу тогда все приоритеты пока. Все приоритеты всем. Теперь меня интересует, чтобы они сходили доделали. Но, видимо, из-за большого количества задач они заниматься этой задачей интересно не хотят. Или не хотят, или типа не могут. Хотя, почему они не могут, не ясно. Хорошо. Всё. Вот вы всё разделали здесь. Кстати говоря, последний домик. Ну, теперь, может, мы доделаем вот эти вот здания. Медь у нас есть. Не хотят. Упорно не хотят. То есть, они допилили её до вот этого состояния. Где-то у нас тут есть залежи меди. По-моему, здесь, да? Вот они, пожалуйста. Но никто не хочет её доделывать. Вообще. По какой причине вообще понять не могу? Давай я вот эти вот отменю. Может быть, они типа тупые. Их заглючил из-за вот этого. Давай я отменю вот эти задачи. Так, да, вот эти вот все задачи отменю. Может такое быть? Ну, чисто теоретически может. Вообще, все задачи отменяем. А, ну да, пожалуйста. Короче, они хотели сделать что-то другое, не могли это сделать и не делали просто поэтому. Из-за чего у нас помер двор. В общем, не повторяйте мои ошибки. Просто не делайте этого. Ох, теперь шашлык из кабана. Для этого нам нужно, по идее, все вот это иметь. Окей, хорошо. Я хочу, чтобы у нас какой-нибудь специально обученный дурачок вот этим вещами занимался. Так, а здесь бинты. Грибная мазь. Еще какой-нибудь специально обученный дурачок сделал нам всякое, для того, чтобы у нас гномы больше не дохли, как не в себя. теперь у нас есть неное количество товарищей, которые находятся немножечко в плохом состоянии. И вот это вот бы неплохо как-нибудь было бы спасти желательно. Ладно, жратву они вроде как даже делают. Надеюсь, что-то пошли с грибами делать. А грибы у нас, кстати говоря, закончились. Как вас собрать? И что, мне надо так на каждой что-ли щелкать? А, нет, подожди. Они же просто тупо не выросли получается. Нет, фермы должны собирать их автоматически. Насчет засеивания автоматического я не знаю, но сбор должен быть точно автоматический. Там у нас пошла вода. Хранить грибы. Ну, наверное, автоматом. Наверное, не точно. Может быть, не автоматом, но, наверное, автоматом. Значит, как спасти вот этого перса непонятно. есть тут какая-нибудь штука? Целебная мазь, грибное масло, чудодейственная исцеляющая мазь. Где он? Где он вообще лежит? Вот он. Нет подходящих исцеляющих предметов. А какой предмет подходящий? Вот как понять, какой предмет из этого подходящий, а какой неподходящий? Интересно. Ладно. У нас есть какая-то, какая-никакая жратва теперь. Значит, нам надо вот это вернуть только в состояние в рабочее. Они берут себе сами инструменты, интересно. Да, они берут все инструменты самостоятельно. Это хорошо. Топор мясника. Топор мясника у нас еще теперь есть. Ну, давай, мы еще топор мясника сделаем. Правда, мне столько топоров мясника не надо. Не ту кнопку нажал. пусть у нас еще будет пятерка топоров мясника. Остальное они смогут заделать сами, если захотят. У нас правда топливо заканчивается. Ну, да ладно. Ну, вот мы начали понемножку раздупляться. Единственное, что у нас закончились гномы. Совсем. Ну, что ж поделаешь. Такое бывает, когда и бишь дел со мной. У этих так ничего нельзя сделать. Им надо простой фонарь. Простой фонарь. Им надо его продать. Хорошо, давай продадим им простой фонарь. А что тут еще задорого? Тут немного что задорого можно продать. Необычный простой фонарь. Ну, дай-ка продадим. Редкий простой фонарь. Не знаю, зачем мне это надо. Вообще все продадим. Так, сейчас у нас будет куча денежек. хорошо. Квеста у нас теперь нет. Получается вообще никакого. Но есть квест вот здесь. Что здесь за задание? Доставить балка, гранитный блок, топор, лесоруба. А он и сам их доставит? Или мне все-таки надо будет... Желательно, чтобы он их, конечно, доставлял сам. А есть чего? Могильный маг, сладкий пирог. У нас такого нет вообще. 2 из 3, гранитный блок. Да, они доставляют самостоятельно. Это хорошо, что они доставляют самостоятельно. То есть наша задача только взять квест, а наши товарищи все это дело пригонят сами. И это хорошо, что они делают это сами. Устаревшее снаряжение. Устаревшее снаряжение, я так понимаю, они избавляются тоже самостоятельно, что прекрасно. Так, возвращаемся назад в гору. Значит, у нас теперь осталось 3 двурфа, но зато 25 серебра. Поэтому мы сейчас себе вербанем еще двурфов. Мы не будем очень сильно переживать по поводу двурфов. Вот у нас опять их 6. Видали? как будто ничего не было. Правда, мы немножко по уровням того самого. Ну, что ж поделаешь. Нам надо было разобраться в происходящем. Вроде как теперь мы даже немножко разобрались. По крайней мере, у нас есть базовые строения, а базовые строения это уже зашибись. Нам только не хватает чутка древесины и железных слитков, которые непонятно где надо теперь взять. Пойдем посмотрим прознание. Официальное образование требует пятнашки. Знание горя. Пчеловодство, зерной помол, адаптация чего-то там еще. Это, конечно, все очень здорово, но, наверное, потом. Нам надо еще найти какой-то крылоточащий атриум, непонятно, что это такое. Шашлык из кабана, крадовый бульон и еще какую-то фиговину. Значит, эти кирки у нас есть, других кирок 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 у нас нету. То есть нам надо теперь отсюда идти куда-то дальше для того, чтобы все это дело находить. Ну, что ж, непонятно пока к чему все это дело приведет. Вообще непонятно. Значит, давайте мы назначим еще вот такую комнатку. Ну, по крайней мере, куда-то у нас немножечко пошло дело. Только надо посмотреть, они будут сейчас расти. То есть, они их пересевают или нихрена? То есть, мне надо за этим следить или вообще? потому что пока что-то непонятно. И надо какие-нибудь, наверное, подземные грядки сделать. Видите, вот здесь. Прям далеко их сделать. Сделать здесь плодородный слой. Вот это на плодородный слой заменить и там выращивать. Мне кажется, что-то такое надо придумать. А ты отсюда достанешь вообще? Вроде достает. чтобы вам просто далеко не бегать. Ну, тут непонятно. Надо ли мне это собирать вообще не ясно. Это добыть. Или может они будут это собирать самостоятельно. Хрен его знает. Не, ну, потому что мне как-то не хочется постоянно туда ходить. Ну, а если еще сеять? А, не, ну, они растут вон сами. Так, давайте тогда понаблюдаем, что происходит. Я просто понять не могу. Пока у нас вот этот товарищ добывает. Я хочу понять, что здесь будет происходить с этими грибами. а, ну, вот он их взял. А, то есть он их я понял. То есть один раз ты, грубо говоря, засеваешь и потом дальше уже можно по этому поводу сильнее запариваться. Ага, ну, это довольно удобно, кстати говоря. Это, кстати, довольно удобно. Единственное, что если я хочу здесь делать грядки, ну, тогда надо по идее вот это вот ковырнуть. Надеюсь, тогда он там этого кролика надо будет добить. Так, кролика добили. И, значит, тогда надо будет взять кирпичи и, наверное, вот эти кирпичи доделать вот досюда. А здесь мы тогда сделаем большие ряды грядочек и, мне кажется, должно быть нормально. По крайней мере, я очень сильно надеюсь, что так будет. То есть мы можем сделать плодородную землю засадить ее всяким и тогда у нас будет, по крайней мере, по грибам все хорошо. Да, вот все, мы их можем собирать теперь бесконечно и они сами самозарождаются после этого. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Нам осталось только теперь водоросли где-то взять и таким же образом их заделать. Пока непонятно, правда, как и где. Так, еще, мне кажется, знаете, что нам надо будет? Нам надо будет либо маленькую лесенку, либо вот такие вот леса. для того, чтобы здесь по ним можно было нормально ходить. Ладно, на этом тогда прекрасной ноте я наставляю наших дворфов и вас. На следующей серии мы продолжим. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти и дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.